Какие отрасли промышленности губернии лучше справились с последствиями пандемии коронавируса? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в отчетно-выборной конференции областного отделения Союза машиностроителей. На мероприятии подвели итоги работы за последние пять лет, а также обсудили планы на этот год. Тему продолжит Максим Магомедов. Ушедший 2020 год был сложным как для всей экономики в целом, так и для промышленности региона в частности. Как отметил на отчетно-выборной конференции Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России губернатор Дмитрий Азаров, машиностроение не стало исключением. Благодаря слаженной работе правительства области и руководителей промышленных предприятий, а также поддержке со стороны федеральных властей и лично президента страны Владимира Путина, крупнейшие заводы области преодолели 2020 год лучше, чем это прогнозировалось в начале пандемии коронавируса. Я хочу всех руководителей предприятий поблагодарить. За ту очень серьезную и вдумчивую работу, которая была проведена с одной стороны по защите здоровья трудовых коллективов, а с другой стороны для того, чтобы производство сохраняло свою устойчивую динамику. Председатель регионального отделения Союзмаш Владимир Аветисян отметил, что пандемия коронавируса стала мощным стресс-тестом для российской экономики. Но благодаря слаженной работе всех ветвей власти и самих предприятий, массовых сокращений в крупных промышленных коллективах удалось избежать. Однако, по его словам, целый ряд проблем проявился более отчетливо. С учетом всех проблемных аспектов объемов отгрузки в машиностроительном комплексе Самарской области за прошлый год составил 577 миллиардов рублей, что составляет 38,5% от общего объема отгрузки по промышленности Самарской области и более 50% от общего объема отгрузки предприятий, обрабатывающих производство Самарской области. Рост отгружаемой продукции по отношению к аналогичному периоду 2019 года составил 92,6%. В кризисный год «Союзмаш» предложил целый ряд мер поддержки промышленности, одобрены на федеральном уровне. В частности, предприятия получили доступ к займам под низкий процент. Были снижены требования к банковским гарантиям по обеспечению участия предприятий в госконтрактах. Фонд развития промышленности докапитализировали. Ввелась активная работа и на региональном уровне. Самарские машиностроители в рейтинге общественной организации по результатам 2020-го заняли четвертое место. На отчетно-выборной конференции председатель рекотделения Владимир Аветисян был вновь переизбран на этот пост. Кроме того, Дмитрий Азаров обратился к членам Союза машиностроителей с вопросом о том, как много сотрудников машиностроительных предприятий успели пройти вакцинацию от COVID-19. Результаты его не впечатлили. Он попросил руководителей показать примеры провести вакцинацию сотрудников в ближайшие недели. У нас в целом сейчас на территории региона почти 245 тысяч человек провакцинированы. Но это первая доза и всего завершили вакцинацию 155 тысяч человек. Но нам темпы надо, конечно, здесь наращивать. И возможности есть. Мы добились ритмичной поставки сегодня на территорию региона вакцин. В конце мероприятия Владимир Аветисян вручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову нагрудный знак Союза машиностроителей России за труд во благо Отечества.